Девушки отдыхают Ты видишь ребенка, которому нужна помощь и говоришь нет Ты видишь гениальное изобретение, которое может улучшить мир и говоришь нет Ты не приносишь пользы людям, никому не веришь и всему говоришь нет, нет и еще раз нет Ты говоришь нет жизни, а значит ты говоришь нет самому себе А ведь это так просто все изменить, так просто стать счастливым, успешным и получить от жизни все, что ты пожелаешь Платин Хироу это краудфандинговая площадка, на которой ты можешь всегда говорить жизни да Ты можешь строить и созидать, спасать жизни и менять наш мир С Платин Хироу ты сможешь сделать шаг на ступень выше и увидеть истину на себя Осознать на что ты способен и стать настоящим героем Я уверен, что нам всем даны мечты именно для того, чтобы мы их реализовывали Если ты чувствуешь, что у тебя есть что дать людям Если твой талант достоин того, чтобы его развивать и нести людям пользу Тогда иди за тем, что по праву принадлежит тебе в этой вселенной Принося пользу другим, ты помогаешь себе Вот тогда и начинают происходить события, которых ты так долго ждал Вот тогда ты становишься победителем и хозяином своей жизни Я руку плещу тебе за твои мечты и за то, что ты идешь к ним Я восхищаюсь тем, что ты веришь в себя и в других людей Потому что это самое важное в жизни Большинство людей не верят в себя и свои возможности А зря Нас уже сотни тысяч А вскоре будет сотни миллионов И вместе нас ничто не остановит Присоединяйся к Платин Хиро прямо сейчас Чтобы начать двигаться вперед И менять свою жизнь и жизни миллионов людей к лучшему Присоединяйся, чтобы открыть в себе настоящего героя Настоящего победителя Как только ты окрепнешь в этом новом состоянии сознание Ты начнешь создавать и строить Спасать жизни И ты увидишь, как меняется все, что ты делаешь Ты будешь поражен, насколько радикально поменяется твоя жизнь Присоединяйся к Платин Хиро И ты увидишь, что все в мире создается такими же людьми, как ты Стоит тебе начать поддерживать проекты Ты будешь в восторге Как это просто и как это классно Приносить пользу людям Ты хочешь что-то строить? Строй Изобретать Изобретай И никогда не останавливайся Никогда не переставай мечтать и идти к своей цели Верь в себя И в то, что вместе мы невероятно способны Героям быть легко Герой Это ты Всем добрый день Ну что, друзья, великолепный ролик у нас с вами есть Я, конечно, смотрю его снова и снова каждый раз Единственное, что сейчас я не на мейкбуке Я сейчас на другом компьютере И поэтому чуть-чуть картинка худшего качества почему-то Разница Ну ничего страшного Я хочу сегодня немножко такой обучающий вебинар построить На том, что На том, как работает наша система Почему она отличается Здесь несколько таких вопросов Мне поступило Сейчас, секундочку Так, так, так Я посмотрю Да, что Чтобы мы сегодня могли обсудить продукт, его ценность Мы могли обсудить сегодня инфраструктуру Мы сегодня могли обсудить надежность, выгода и перспективы и планы Ну, смотрите Сейчас мы тогда сделаем 10-часовой вебинар Я вам все расскажу Значит, здесь Давайте начнем про продукт и его ценность Давайте сначала проверим Я прям могу в экран кликать Так Давайте всем проверим, как меня слышно Видно, я уже понял, что не очень Потому что я сам картинку еле распознаю Что это качество странное Так Значит, когда заработают проблемные фермы Пожалуйста, Александр, сразу дайте тикет Тикет сюда Мы его сразу подхватим И проверим, о чем конкретно О каких проблемных фермах вы говорите Слышно хорошо, но это уже круто И видно, и слышно, в принципе, тоже хорошо Хорошо Значит Так Смотрим Все не рассказывай Алекс, никому ничего не рассказывай Да нет, все на самом деле очень классно И так Ну что Смотрите, друзья У нас Так, все видно и слышно Замечательно Слышно Алекс говорит Соня, говори Кругом враги они не спят Нет у нас врагов У нас есть просто люди Которые Нас еще немножко не допоняли Я уверен, что То, что мы делаем Способно объяснить всем людям Кто мы Что мы Зачем мы пришли Понятно, что разные интересы Если людей Кто-то заинтересован В продвижении только своих товаров И Кто-то заинтересован Ну, много интересов Я думаю, что мы с нашим продуктом Затрагиваем Большее количество Интересов Большего Большего Слоя населения Во всех странах Поэтому Именно на этом Мы строим Наш Наш успех Так, хорошо Давайте тогда мы сделаем Как мне сделать-то Наверное, все-таки я сейчас Попробую Попробую, если получится Если не получится С маркерной доской Если Так Попробуем здесь Так, так, так Сейчас Я попробую сначала с картинкой Если не получится Попробую тогда без картинки Так Вижу, вижу, вижу Сейчас цвет поменяю Хорошо Вот, допустим У нас есть коин Неважно какой Например Назовем его биткоин Пусть это будет биток Вот у нас есть биткоин И Нужно понимать Как зарабатываются На крипторынке деньги Вот идет Вот Вот есть люди Которые Хотят Которые Эти 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 Биткоин хотят Да Вот они Его Пытаются Получить Здесь есть Определенные Трейдеры Кошельки Неважно У которых Эти биткоины Есть И они Эти биткоины В рынок Закачивают Очень важно Понимать Что чем Больше Становится Спрос Чем больше Становится спрос Тем Больше Денег Зарабатывают Владельцы Которые Этих Биткоины Продают Потому что Цена Она Растет Теперь Теперь Например Цена Выше Цена Увеличилась Например Вот Например Она была Там Не знаю Там 10 тысяч 10 тысяч Стала Стала Например Она теперь 40 тысяч Мы должны Понимать Что Человек Который Заработает На этой Разнице У него Же Он Наскуда Деньги Берет Он Берет Эти Деньги У того Кто Покупает По 40 Тот Человек Который Например Покупал Они Покупали По 10 Потом Приходит Новая Волна Людей Они Покупают По 20 По 30 По 40 И Человек В принципе Который Картинка Немножко Некрасивая Который Который Продает Да Он Деньги Они же Не печатаются Нигде Они На деревьях Не растут Он Берет Эти Деньги У того Человека Который За биткоином Или за другой Криптовалютой Пришел По 40 И У человека Который Пришел По 40 У него У него Точка Ноль Это 40 Все Что меньше 40 Это минус А тот Который Который По 40 По 40 А до этого Покупал По 10 То по факту Он зафиксировал Себе прибыль И все Гори Оно Все Огнем Это уже Проблема Того Человека Который По 40 Купил И если Курс Падает То по факту Тот человек Который По 10 Вышел За 40 Он Ему без разницы У него в кармане Денежки А тот человек Который По 40 Купил Он Попадает В неприятный Круговорот И по факту И по факту Он или несет Убытки Или он как-то Должен это Амортизировать Своей стратегией Должен держать Это в карманах Ну или там На своих кошельках До того как Вырастет Например до 50 А что значит Вырастет до 50 Это значит Сформируется Группа людей Которая готова По 50 Покупать Это Это и есть Крипторынок У нас Немножко Другая Разница Совсем У нас Немножко Другой подход Мы не ждем Мы не ждем Того Что Кто-то придет И будет покупать По 10 Потому что Потому что Это всегда такая вещь Когда криптовалюта Волатильна Биткоин же Он падает Поднимается То Такой подход Он ведет за собой Автоматически У 90% Плюс-минус Потерю средств Или действительно Фиксирование Достаточно Серьезных Убытков И вот Вот на этом Мы Вот на этом Мы как бы И строим Наш продукт Мы говорим Если у биткоина Рынок Такой Что 10% 10% Это плюс А 90% Это минус Которые теряют Фиксируют Или Ну или хотя бы Ничего не зарабатывают Годами Выходят В свой ноль Плюс-минус Маленький убыток Делают Уходят Говорят Это не мое Потому что Можно долго Биться В эту игру Играть Но так Ничего И не выиграть И Мы говорим Хорошо Мы не хотим Мы говорим Что мы не хотим Рисковать Именно Потому что Все равно 90% Проигрывают Что так Что так И пришло 10 миллионов человек 9 миллионов Ушло с минусом Ну Это конечно Можно сказать Что это рынок Но это не рынок Мы все понимаем Как это формируется На этом построено Много Финансовых Финансовых платформ Где Так работает биржа Так работает Фондовый рынок Так работают Форекс Так работают Бинарные опции Они построены На всем Что деньги должны Перераспределяться От большинства К меньшинству Ну или к самому Платформе Есть конечно Питупи Еще площадки Где пользователи Между собой Играют Но это на самом деле Как казино Ты можешь играть Против казино Можешь играть Против других пользователей И на этом принципе Весь крипторынок Построен Почему мы развернулись Немножко в другую сторону И сказали Мы не будем строить Финансовый инструмент Мы не будем Инвестиционный Вот этот инструмент Строить Потому что люди Начинают ощущать Себя инвесторами Они забывают Про финансовую Обучение Про финансовую Грамотность Они забывают Про то Что нужна Стратегия Они забывают Про то Что нужны Инструменты И они просто Думают Что ну я сейчас Зайду Быстро зашел Быстро вышел Их снял И пошел И когда они заходят Они сразу понимают Очень быстро Что как бы Так не работает Поэтому Мы говорим Мы Замахнемся на то Что сто процентов В плюсе И здесь И здесь включается Логика Это просто Любого экономиста Что сто процентов Не бывает Но не бывает Сто процентов Плюса Вот как Вот не крути Нету такой Системы Где все В плюсе Должен кто-то Терять деньги Иначе Никто не будет Если кто-то Зарабатывает Значит Кто-то Должен терять Это закон Как стать миллионером Нужно по одному евро Отобрать там У миллиона человек Отобрать Может жестко звучит Взять за что-то За услугу За проезд За какой-нибудь абонемент Или еще что-то Ты должен получить Это всегда чужие деньги У нас нет своих денег Все деньги Они все чужие Они все откуда-то приходят Значит Нужно Если ты хочешь заработать миллион Нужно Вот понимаете В чем разница Да Вот здесь я напишу ВС Да Верзус Против Биткоин Против плотинкоин Почему По логике биткоин Рыночной логики Абсолютно уместно Абсолютно проверено Годами И рабочая логика Чтобы заработать Миллион долларов Ты должен взять По одному доллару У миллиона человек Ты должен взять Откуда они возьмутся Они не рождаются На деревьях не растут Вот Поэтому ты должен По факту Отобрать Это важно Отобрать По По одному По одному Ну давайте евро И тогда у тебя У миллиона человек Тогда у тебя будет Миллион долларов На каком принципе Работает Система плотинкоин Да Со всеми Со всеми Вытекающими Из этого Мы говорим По другому Что Мы Причем Причем Правила биткоина И крипторынка Они именно Строятся На финансовых На финансовых Принципах Мы Хотим построить Или строим Платинкоин На бизнесовых Принципах Что это значит В бизнесе Совсем другое Правило Ты должен Хочешь стать Миллионером Ты должен Помочь Миллиону Людей Заработать Один евро Вот Хочешь ты Чтобы Наоборот Не забрать У него По одному А чтобы У него Один Доллар Получился Пусть Он может Выражаться В разных Это может Быть Прибыль Это может Быть Скидка Он может Просто Сэкономил Этот доллар Это может Выражаться В пользе Это может Выразаться В тем Что за счет Тебя Он Использовал Твои услуги И заработал Эти деньги Если Ты хочешь Но Если Мы уходим Например Тогда Одного Доллара Одного Евро На миллион Человек Значит Десять Сто тысяч Человек Ты должен Дать Помочь Заработать Десять Или Десяти тысяч По сто И тому подобное И Тогда Ты становишься Миллионером Вот Эти правила Они Действуют Правила Биткоина В Финансовом Ринке А правила Платинкоин Они работают В бизнес Ринке Я строю Точно так же Как Строятся Площадки Типа Амазона Продуктовые Компании И тому подобное Которые В принципе На это И рассчитывают В чем Прибыль В чем Прибыль Амазона Да Или В чем Прибыль Амазона Почему такая Компания Огромная Они Действительно Дают Возможность Большому Количеству Людей Действительно Дешевле Покупать Быстрее Доставлять Удобно Дешево Большие Большие Скидки Получаешь Ты можешь Использоваться Подарочными Сертификатами Ты можешь Отдарить Или еще Что-то Очень Большое Преимущество Которое Такие площадки Дают Поэтому Они На этом И зарабатывают Я просто Хочу На этом Примере Сказать Что Почему Платина Не идет По этим Законам Которым Подчиняется Тот же Биткоин Остальные Криптовалюты У нас Нет В голове Забрать Миллион Человек По доллару У нас В голове Нужно Построить Систему Чтобы Миллион Человек Смогли Этот Доллар Заработать Получить Сэкономить Или еще Что-то Первая Биткоин Биткоин Стратегия Расположена На то Чтобы Воспользоваться Финансовым Перераспределением А наша Наша Стратегия Нацелена На то Чтобы Чтобы Сделать Такое Финансовое Созидание Да Как Мне эти Все слова На русском К сожалению Не так Не так Даются Вот Когда мы Должны Что-то Построить Что-то Создать Что-то Изобрести Построить Бизнес На этом И Именно Именно По этому Именно По этим Шагам Вот Я Как бы И двигаю Весь Платин Коин Час Чтобы Не отходить От этого Я сейчас Уйду Так Продукт И его Ценность Да Значит В чем Заключается Продукт В чем Заключается Ценность Продукта Вот Вот У нас Допустим Здесь Очень Очень Важные Вещи Значит Чтобы Заниматься Бизнесом Или вообще Становиться Инвестором Нужно 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 Для себя Как В наших Станах Западе Который Экономит Деньги Он Знает Правила Денег Правила Денег Какие Опять же Очень Очень Жалко Что На Русскоязычном Пространстве Люди Которые Несут Это Финансовое Образование Их Называют Инфо Цыганами Их Как Только Их Называют Да Вот Возьмем Последний 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 Такой Эксидент Это Стони Робинсом Когда Его Просто Имидж Изничтожили В России Человек Почти Миллиард Состояние Долларов Который Поднял Себя С нуля Который Сделал Себя Ему За 60 А он Отдает Всю Свою Жизненную Энергию Чтобы Поделиться С людьми Знаниями Никто Не знает Я же Не буду Выдавать Никих Секретов Я Очень Много Этих Всех Вещей Проходил И с Тони Робинсом И Скажем Так Достаточно Близко С этим Со всем Общался Три Месяца Потом Лежит Откачивается Сидит Становится По Четыре Недели Это Очень Серьезно То Что он Делает Но Люди Не готовы Это Воспринимать Потому Что Просто У них Для его Стратегии Денег Нет Он Говорит То Все Правильно Но Они Ничего Сделать Не Могут Потому Что Все Хотят Здесь И Сейчас Очень Быстро А Вот Конкретно Получить Знания Получить Стратегии Взять Конкретно И Выполнить Что Не Готовы Лучше Пойдут В какую Пирамиду Забросят На Удачу Пойдут Дом Заложат Машину Продадут Родители Денег Дадут На Наследство Пойдут В пирамиду Забабахать Потому Что 800% В год Никакого Финансово Образования Не надо Это же Новая Экономика И Я Об этом И говорю Что Это Есть То Отставание Которое Посмотрите Весь СНГ Погрязло В пирамидах Просто Это же Просто Жесть А в чем Заключается Финансово Образование Нужно Понимать Что Какой-то Процент Ты должен Во-первых Пожертвовать Пожертвовать На благотворительность На что-то У людей Сразу Что Какой Пожертвовать У меня Своих Дома Проблем Хватает Мне бы Кто Пожертвовал У нас Это все Есть Так Это Есть Когда Ты Начинаешь Делиться Со Вселенной Вселенная Начинает Делиться С тобой Ну Вот Уже Вуду Пошло Нет Это Обыкновенные Законы Экономики Те Кто На этом Уровне Находятся Они Даже Не Спорят С Этим Они Даже Не Спорят К ним Подходит Кто-то С Кепочкой Пожалуйста Он Ему Сотку Отдает И Говорит Все Иди Я Я Я Знаю Что Вселенная Мне Уже Дала В чем Заключается Все Люди Которые Чего-то Добились Они Понимают Что Вселенная Им Уже Это Дала И Это Они Должны И Когда Человек Подходит То Ты Уже Не Спрашиваешь Давать Или Не Давать Просто Достаешь Отсчитываешь Кладешь Он Кричит Да Ладно До Этого Не Может Быть И Ты Чувствуешься А Что В Этот Момент Происходит Финансовое Сознание Расширяется Вы Когда Нибудь Бомжу Давали 100 Долларов Попробуйте Как Сознание Расширяется Сразу Вот Просто Вот И Такое Но Это Просто Как Пример Да Например Все Знают Что 10 Процентов Ты Должен Отдать Ты Должен Это Прописано И В Библии В Коране И И В Любой Финансовой Литературе И Но Никто Этого Не Делает Потом Удивляется Почему Деньги Не Идут Почему Финансовый Поток В Мое Направление Не Идет Дальше Следующее Что Что Такое Еще Финансовое Образование 50% Ты Должен Откладывать Ты Должен Откладывать От Твоей Зарплаты 50% Ты Должен Откладывать Вот Если Ты 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 Долларов Зарабатываешь Нужно 12 Вот Тебе 6 Значит 6000 Долларов Ты Должен Отложить Каждый Год Плюс 10% Это Еще 1200 Из 12 Ты 7 200 Ты Должен Задействовать Теперь Проблема А как На Оставшиеся 12 Минус 7 С Половиной Это 4 С Половиной Как На Не Прожить Зарабатываешь С Ты Должен Прожить 500 Должен Отложить 100 Должен Пожертвовать А мне Нужно Заплатить Аренду Заплатить 3 10 Финансовое Образование Тебе Говорит Если Ты Этого Не Можешь Ты Должен Зарабатывать Зарабатывать Должен Пойти И найти Источник Дохода Где Эти Деньги Взять Помните Три Правила Заработать Сохранить И Преумножить Все Да Нет Это Работать Не Ну Как Не Я Уж Работаю На Работе Получаю Конечно 300 Долларов Но Никак Ну Что Я Пойду На Вторую Работу На Третью И Вот Это Мышление Оно 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 Заставляет Человека Быть Быть Пойманным Во Все Что Вы Сделали Мы Биткоин Не Спрашивает Например Откуда Вы Деньги Берете Откуда Вы Взяли 40 Тысяч Чтобы Купить Один Биткоин Биткоин Вообще Без Разницы У нас Ничего Не Учит Ничего Не Образует Он Обучает Только Когда Болью Болью Разочарования Когда Ты Теряешь Первый Биткоин И Ты Понимаешь Ёлки Палки Как Так И Ты Начинаешь Сразу Учиться Начинаешь Сразу Образовываться Через Боль Идет Так Но У нас Нету Время 12 Лет Пытаются Обучить Людей Криптовалютам Без Вариантов У них Даже Десяти Миллионов Пользователей Нет У Всего Крипторынка Плюс Минус Семь Миллионов Активных Пользователей Я Стою На На сцене Спрашиваю Зал У кого Есть Биткоин Похлопайте Хотя бы Немножко Три руки Хлопают И все Причем В зале Темно Это не то Что там Они стесняются Или еще Что-то Их никто Не увидит Их никто Не снимает Кто Похлопайте Кто В этом году Там 5000 Долларов На биткоине Заработал Ага Прям Целый Зал Аплодисментов Нету В чем Наше Преимущество Мы В наш Извините Мы В наш Продукт Вработали Вработали В принципе В финансовой Грамотности У человека Нету Выбора Делать Финансово Правильные Шаги Или не делать Хочу Не хочу Буду Не буду Этого всего Нет Ты Или Нажимаешь На кнопку Или Нажимаешь На кнопку И Все Наши Продукты Они В принципе Создаются Так Чтобы Человек Мог Построить Свой Собственный Бизнес Чтобы Он Мог Построить Свой Собственный Источник Дохода И Чтобы Все Что Он Делал Соответствовало Финансовым Соответствовало Финансовым Признакам А А вот Эти Все Вещи Которые Он Не Понимает Которые Могут Принести Ему Риск Их Просто Нет Просто Нет К Пример Например Вы И Вы Его Закупили По 40 По 30 И Теперь Вы Читаете В Газетах Китай Запрещает Майнинг И Вы Такие Ничего Себе Китай Запрещает Майнинг Виза PayPal Про Протестировали Биткоин Изо Их Заблокировала Виза И Они Приостановили Думаете Ничего себе А курс Вниз Летит Думаете Ничего себе А что Происходит Потом Илон Маск Принимал Биткоины И сейчас Тесла Перестала Принимать Сказали Что Загрязняет Окружающую Среду Все Человек На панике Начинает Это все Сливать И Соответственно Никто Ему Не скажет Остановись Не слушай Их Остановись Никто Не может На него Повлиять Даже Вы будете Ему Убеждать Он все Равно Сделает Как Считает Нужно Как Мы Делаем Он Слышит Любые Новости Про Нас Неважно Ну и Что Он Сделает Продаст Замороженные Коины Нет Коин Заморожен На год На два На три И Человек Понимает Что Ага Как бы Он Наладился Никуда Оно Не Никуда Оно Не денется Понервничал Понервничал Успокоился И все И все Наладилось И начал Искать Пути И возможности Как из этого Сделать Бизнес Как из этого Сделать Прибыль Опять же Сейчас Конечно Нам Немножко Сложновато Сравнивать Готовую Работающую Финансовую Инфраструктуру Биткоина И других С нами Потому что Мы только Только Запускаемся Мы в принципе Биткоин 12 лет назад В нас еще Надо поверить В нас И к нам Нужно Настись Немножко Еще с пониманием И Наша задача Сейчас Выстроить Такую систему Это вот Первое Финансовое Финансовое Второе Мы хотим Мы хотим Мы создаем Такую систему Которая Человеку Автоматически Выстраивает Бизнес Короче Бизнес Правильно Писал Хоть Бизнес Все понимают Да Все знают Этот квадрат Здесь Рабочий Здесь Рабочий Здесь Специалист Здесь Бизнесмен Здесь Инвестор Все хотят Быть инвестором Но это Это тоже Часть Финансовое Образование Нельзя Быть инвестором У вас денег Не хватает Чтобы быть Инвестором Инвестор Начинается С 50 тысяч Долларов Они проходят Многолетний Они У них Есть Многолетний Опыт Прибыли Потери Денег У них Есть Многолетний Опыт Инвестирования И не в Какие-то Хайпы Или еще Что-то А в Нормальные Фонды Какие-нибудь Облигации Или Фондовые Рынки Или еще Что-то У них Эти Все Навыки Есть Они Могут Трезво Оценивать Рынки Они Трезво Оценивать Риски У них Это Не Последние Деньги Никто Не Инвестирует Вот вам Почему Человек Не может Быть Инвестором Потому Что Он Инвестирует Не только Последние Деньги Но еще Денег Которых У него Нет Кредит Идет Берет Или Еще Что-то Поэтому Такие Люди Они Не могут Быть Инвесторами Инвестор Никогда Не Инвестирует Последние Деньги Нет Таких Ни В Бизнесе Поэтому Именно Этих Знаний Когда у Человека Нет То Конечно Он Попадает Очень Неприятные Ситуации Опять же Как Рабочему Заработать Например Тысячу Долларов Дополнительные Он Получает Тысячу Долларов Еще Тысячу Получит Вот Как Сделать Да Никак Это Нужно Еще Одну Такую Же Работу Это Очень Жесткая Мотивация Потому Что Ты не Можешь 16 часов Работать Не Можешь Просто По 16 Четов Работать Бесконечно 8 Здесь И 8 Там Плюс У тебя Изменяется Налоговая Ставка И это У тебя Быстро Желание Отпадает Хорошо Здесь Очень Сложно У специалиста Такая Же История Такая Же История Он Часто У него Клиент Он Не Может Просто Взять Свою Базу И Увеличить В два Раза Вот У него Там Не Знать 10 Посещения Возьмем Кос-специалист Врач Какой Юрист Вот У него Там 100 Клиентов Приходит Не Может Он Взять И Начать Принимать 200 Потому Что Он Точно Так Же Меняет Своё Время На Деньги И Нельзя Себя Скалировать Нельзя Себя Дублицировать У Бизнеса Легко Это Получает Взял Себя Сотрудников И То Что Ты Делаешь 10 Человек Сидят За Тебя Делают Всё У Тебя Пошел Рост У Инвестора Та же Самая Вещь Он Составляет Портфолио Инвестиций И Другие Люди Другие Менеджеры Это Делают За него Он Уже Не 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 Анализирует Хорошо Не буду Сильно Вдаваться Третье Значит Финансовое Образование Бизнес Выстраивается И Очень Важно У У нас Значит Так Как это На русском Память Пассивный Доход Выстраивается Пассивный Доход Что Это Значит Это Пассивный Доход Он Не В Классическом Не В Классической Форме Выстраивается Почему Потому Что Все Источники Пассивного Дохода Ну Практически Все Они Были Истреблены Их Нет Последний Остался Так Это Недвижимость Но Там Свои Есть Потому Что Если Разобраться Какие Источники Дохода Там Патенты Есть У кого Есть Реально Патент Или Права Там Какие Или Кто-то Песню Написал И Теперь Хит Или Книжку Как Гарри Поттер Написала Женщина И И Что Ну Хорошо А Кто Так Может Кто Может Это Повторить Поэтому Эти Все Источники Нормальному Человеку Они Во-первых Недоступны И Их Просто Так Не Построишь Ну Хорошо Можно Взять Там Можно Взять Квартиры Там Как То Как То Это Самый Опять же В Америке Очень Развито Берешь Ты Квартиры Банковскими Деньгами И В принципе Потом Сдаешь Их В аренду И Выплачиваешь Там По 20 30 40 лет И В конце Концов В принципе Ты Вышел На Ноль И Если Недвижимость В твоем Районе Подорожала То Ты Конечно Красавчик Но Опять же Это Тоже Уже В нынешнем В нынешнем Времени Это Тоже Уже Бизнес Это Уже Не Пассивный Доход Что Что сделали Мы Мы Увидели Что Крипторынок Имеет Определенную Такую Волну Развития И Мы Понимаем Что Если Взять Например Все 12 лет Биткоина То У него Есть Определенный Паттерн Развития Где В течение 3-4 лет Человек Не Попадает Он Не Теряет Деньги Да Оно 3-4 года Колбасит Его Но Если Посмотреть В разрезе 4 лет То Криптовалюта Она Всегда В плюсе Вот Например Вам Абсолютный Лайфхак Как Всегда Зарабатывать На Криптовалюте Но Человек Должен 4 года 3-4 года Полностью Выдерживать И Вот На Этой Технологии Мы Построили Пассивный Доход Но Опять же Чтобы Это Работало Нужны Такие Факторы Как Там Нужна Поддержка Рынка Серьезной Ликвидностью Мы Не Можем Обеспечивать Сейчас Такую Ликвидность И У нас Нету Такого Рынка Сейчас Который Может Зарядить У нас Такую Ликвидность Какое У нас Было Решение Очень Просто Мы Придумали Мы Придумали Смарт Контракты Взяли И 70% Просто Заморозили На Год На 2 На 3 И Вот Эта Вот Часть Вот Эта Вот Часть Ее Хватает Чтобы Выдерживать Стабильность Просто Оно Растет Я Просто Хочу Сказать Что Когда Нас Суравнивают С Биткоином Или С Другими Криптовалютами Это Мы Конечно В Определенных Частях Проигрываем Например Они Говорят Что Вот У вас Сейчас Там Биткоина 40 тысяч Курс А у Вас Там 2 Или 3 Но Они Не Понимают Что Когда У Тебя Там На Тысячу Давайте Возьмем Там На Тысячу Евро Биткоинов И Биток Падает Или Растет То Ты Можешь Быть Как В Плюсе Так И В Минус А Если Ты Возьмешь На Тысячу Евро PLC И У Тебя Курс Стабильный Но Эта Технология Дает Тебе 30 Процентов В Год То Ты Всегда В Плюсе Ты Абсолютно Всегда В Плюсе Не Важно Какой Курс Тысяча У Тебя Сохранена Она У Тебя В Заморозке Находится А Ты Продаешь Только Профит Что В Биткоине Невозможно Сделать Если Биткоин Два Года Будет В Просадке Сейчас Начнется Крипто Зима Четырехлетняя И Все Держатели Биткоина Будут Находиться В Режиме Ожидания Четыре Года И Ноль Будет Доход Ноль В Растущем Рынке Все Герои Попробуют Пускай Выдержать Выдержать Трехлетний Период Я посмотрю Должна Быть Железная Железная Стратегия Даже Я Профессионал И Мне Хочется Войти По Сорок И По Шестьдесят Хотелось Ну С Моя Стратегия Говорит Нет Алекс Ты Только Если Будет Двадцать Но Внутри Женя Вот Я понимаю К простых Людей Так Образованный Обученный Уже Опытный В этом И У меня Все равно Эта Ментальность Которая Мне Говорит Надо Покупать Надо Покупать Сорок Скоро Опоздаю Думаю Куда Я Опоздаю И Откачиваю Это Обратно И Но Простые Люди Не Способны На Такие Вещи Поэтому Вот Если Говорите Что Лучше В Нас У нас Очень Просто Вы Держите И Трех 30% В Год Вы Добываете В Дополнительной Валюте Не важно Какой Курс На Самом Деле Все Теперь Теперь Вы Скажете Ну Как Не Важно Ушел От Вопросов Так Его Ценность Хорошо В чем Его Ценность Я Уже Сказал Финансовое Образование Вы Выстраиваете Свой Бизнес Хотите Вы Не Хотите Вы Получаете Все Эти Вещи Ни Один Биткоин Вам Не Даст Никогда Вы Если Получите Какой Опыт Только Очень Жесткий И Негативный Ну Поймите Что За Последние 4 Года В Биткоин В Криптовалюту Вошли Сотни Ну Хорошо Ладно Не сотни Пускай Десятки Миллионов Десятки Миллионов Людей И Вышли Без Всего А Один Миллион Людей Ну У них И так Было Нормально Стало Еще Лучше Опять Мы Не Говорим О миллионах Мы Говорим О Каких Там 20 30 Процентных Прибылях За Несколько Лет Вот Поэтому Мало Кто Действительно Взял И за Последние Три Четыре Года Продержал Криптовалюту Смог Противостоять Всем Негативным Комментариям И прогнозам И в конце Концов Сказал Я Миллионер Ну Таких Таких Нету Практически Тем более Чтобы Заработать Миллион На биткоине Вам Инвестор Конечно Конечно Тогда У вас Есть Стратегия А если Вы Спросите Себя А каком Я стратегия В биткоине У большинства И нет Никакой Так Дальше Я хотел Объяснить Одну Вещь Да Теперь Наша Задача Это Это Зафикс Понимаете У У биткоина У биткоина Почему Потому что Он лучше И мы Сравниваемся У биткоина Задача Какая Если он Падает Главное Нужно Подняться Нужно Подняться А у Платины Задача Не Упасть Это Две Разные Стратегии У биткоина Должна Быть Когда он Упадет Нужно Подняться И Поэтому Там Идет Массивный Такой Поток Это Еще раз Это Триллионный Рынок А у Нас Главное Не упасть Почему Да потому Что у Нас 30% Свою Работу Сделать Если ты Не упадешь То твои 30% За 10 Лет Превратятся В 300% Вот В чем Если мы Если мы Допустим 10 лет Просто стабильно Стоим То За 10 Лет Прирост Будет Составлять 300% Очень Мало Людей Которые На биткоине Когда-то В своей Жизни Сделали 300% Очень Мало Поэтому Здесь Мы Снова У нас У нас Другая Стратегия Поэтому Когда Говорят Ну У тебя У тебя 2 евро На коин Маркет Капи Не важно Главное Что на коин Сбить И 5 И вот Мы Эту Стратегию Мы Сейчас И опять Мы Сейчас Немножко Сравниваем Такого Мышонка Со слоном Вот мы Мышонок А биткоин Конечно Слон Потому что Это Развитая 12 Летняя Система Которая Работает Уже На полную Катушку 12 лет Отлично И мы Которые Только Только Вот сейчас Запускаем Но я хочу Вам сказать Что В чем Наше Отличие Почему Наша Стратегия Сильнее Той Почему Потому что Во-первых Наша Задача Я сейчас Еще раз Отмотаю Наша Задача Добиться Того Чтобы Не забрать У людей По одному Доллару Отдать Людям По одному Доллару Чтобы Они Это Совсем Другой Подход И Этого Добиться Намного Сложнее Намного Сложнее Построить Нормальную Фирму С которой Вы будете Сотрудничать 5-10-20 лет Чем Скам Какой-нибудь Забахать За Один Год Собрать Эти Деньги И потом Где-нибудь Прятаться В Турции Я просто Говорю О том Что Это Два Разных Подхода А Бизнес Это Ты Начинаешь Строить Продукты Открываешь Свои Представительства Начинаешь Выпускать Расти Ты Начинаешь Производство Какое-то Делаешь И тому Подобное А Другая Вещь Что Быстро Взял Быстро Забрал Быстро Быстро Все Никаких Вопросов Нет И Это Просто Другая Концепция И Конечно Ту Концепцию Которую Я Создаю Она Намного Сложнее И Намного Дольше И Времени Инвестиции Ресурсов Нужно И Конечно Терпение Людей Которые Вместе Создают Дальше Понятно Все эти Преимущества Это Не Последние Преимущества Просто Которые Я Сейчас Только Сказал Ну И Конечно Глобальная Наша Стратегия Это То Что Нам Главное Не Упасть В Этому Наша Задача Не Упасть И Что Мы Для Этого Делаем Делаем Мы Очень Многие Вещи У Нас Есть Наш Наш PLC Не Знаю Я Глубоко Пошел В Объяснение Самого Продукта Стратегии Потому Что Должны Понимать Что Я Не Беру Не С Дерево Эти Все Мысли У Меня Все Просчитано Посчитано По Полочкам Разложено Я Точно Знаю Что Мы Делаем Потому Что Пойти Соревноваться С Этими Ребятами Мы Проиграем Это Все Равно Как Играть В Карты С Профессиональными Шулерами Но Не Обыграть Нам Никогда Это Их Казино Это Игра Их Карты Это Их Правила Их Все Это Те Кто Сдают Те Кто Принимает Тут Их Охраняет Это Все Их И мы Туда Приходим Просто Как На бойню Чтобы Нас Все Забрали Поэтому Решение Было Принято Нет Давайте Не будем Играть По Их Правилам Каждый Кому Кому Это Удачи Вот Вот И Все Так 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 Отлично И Очень Понятно Нормально Все Нормально Хорошо Это Супер Важная Информация Я Просто Вам Говорю Что Бизнес Он Не Строится На Удаче Нет Никакой Удачи Чем Больше Я Работаю Тем Больше Мне Везет И Я Объясняю Это Я Хочу Чтобы Вы Посмотрели Что Человек Который Стоит У Руля Абсолютно Понимает Что Он Делает Не Просто Ну Давайте Что Нибудь Сделаем А Конкретно Вот Это Вот Взаимосвязь Вот Такая Вот Такая Вот Такая Вот Такая Что Нам Нужно Сделать Наша Задача Вспомните Чтобы Он Не Упал Не Упал Он Должен Быть Стабильным Наш Курс А Что Мы Сделали Чтобы Сделать Стабильным Мы Его Превратили Сказали Да Хоть Что Может Произойти В Этой Мире Но Разморозиться Коин Не Может Вот Всех Могут Захотеть Как В банк Говорят А Что Если В банке Произойдет Что Кризис И Все Пойдут Наличные Деньги Снимать Да Ничего Банк Заморозит Вам Все Ак Счета И Заморозит Все Банкоматы Он Недва Не Даст Вам Сделать По Включаются КВС Проверки Пойдите Возьмите Снимите Все Деньги Которые У вас Есть С ваших Счетов Сразу Придет К вам Полиция Наверное Вас Похитили И Вымогают А на самом деле Совсем Другое Интересует Почему Вы Забираете У банка Его Деньги Смарт Контракты Что Мы Делаем Мы Говорим Хорошо Мы Вносим Платин Платин Дил Мы Делаем Платин Дил Для Чего Мы Делаем Друзья Для Чего Мы Делаем Платин Дил Меня Спрашивают Часто Вертарий Зачем Ты Делаешь Эти Все Платформы Я Скажу Платин Дил Это Я Сейчас Посчитаю Это Стабилизация Пяти Евро Стабилизация Пяти Евро Платин Дил Построен На То Настроен На То Чтобы Курс Держать На Пяти Евро Сейчас Мы Запускаем Доделаем Мерчантовский Модуль Чтобы Мы Сами Начали Ну Не Это Отдельный Бизнес Мы Его Сами Не Потянем Не На Все Страны Потому Что У Индии Одни Правила У России Другие Правила У Германии Другие Правила Разные Амазоны Разные Представительства Это Слишком Большой Штат Нужно И Очень Поэтому Курс Задача Увеличивать В Х10 Единственное Что Платин Коин И PLC Он Еще Не Развернул Свою Самую Сильную Сторону Потому Что Это Возможно Только За счет Заморозки Монет В Пользу Powerpack У нас Есть Powerpack И У него Нет Еще Заморозки Вот Эта Функция Она Еще К Нему Не Пришла Но Это Буквально Я Думаю Надеюсь Что Мы На Этой Неделе Это Все Сделаем И тогда У нас Будет Полный Комплект Стабилизация Да И Самое Главное У нас Уже Три Два Из Трех Что Нужно С деньгами Делать Зарабатывать Нужно Их Сохранять И Приумножать Вот У нас Сохранять Платин Диум Ну На самом Деле Там Тоже Приумножать Вот Эти Все Три Площадки Они Направлены На Приумножать И Очень Важно Что Я Просто Очень Много Иначе Будет Информация Вот У нас Есть Почему Я Говорю Что Я Могу Увеличивать Курс Мы Сделали Такую Спираль Вот Она Спираль Спираль Она Крутится По Кругу И Всегда Увеличивается И Как Только Мы Начнем Эти Площадки Между Собой Комбинировать Еще Там Совсем Еще Другая Математика Включится Просто Я Хочу Показать Что То Что Мы Делаем С Платиной Многие Говорят Вот Платин Дил Еще Не Запустился Не Запустился Да Не Запустился Не Доделали Мы Еще Этот Мерчант Модуль Но Остались Действительно Последние Какие Штрихи Опять Такое Стрела Развития Двадцать 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 Лет Я Не Говорю О том Что Мы Будем Пятнадцать Двадцать Двадцать Лет Развиваться Ни В коем Случае Просто Говорю О том Что Мы Тоже Это За День Не Можем Сделать Нам Нужно Мы Не Можем Законы Бизнеса Перехитрить Обмануть Просто Потому Что Есть Какой Нормально Люди Работают С Определенной Скоростью У них Тоже Сотрудники За Определенное Количество Часов У них Точно Так же Есть Выходные У них Также Берут Отпуск Также Пятидневные Рабочие Темп Плюс Люди Лажают Не Справляются Не Сдают Делают Ошибки Баги Приходится Переделывать Это Все Затягивает Время А Все Равно Зарплату Надо Платить А Все Равно Они Работают Даже Если Они Работают Им Надо Платить Они Сломали Им Надо Платить Они Переделывают Им Надо Платить Они Тестируют Опять Сломали Опять Надо Платить И Пока Получится Какой-то Кусочек Нормальной Работы Ты Заплатишь В три Раза Дороже Не Потому Что Люди Плохие Потому Что Технология Очень Серьезная Мы Не Не Делаем Игру В Тетрис А Мы Делаем Целую Инфраструктуру И Все Что Мы Дальше Что Мы Еще Делаем Такие Вещи Мы Делаем Как Ферма Ферма Это Вообще Уникальная Вещь Что Такое Ферма Ферма И Даже Даже Не Так Давайте Возьмем Ну Я В принципе Здесь Уже Сказал X10 Это И Есть PLC В Принципе Что Такое Заморозка Powerpack Только Вздумайтесь Powerpack Стоит Там 1200 Евро Чтобы Получить Его Бесплатно Нужно Заморозить 1200 Платин Коинов На Три Года И Это Будет Практически Единственная Возможность Скоро Поэтому Если У вас Нет Powerpack Нужно Забирать Вот И Теперь Представьте Такую Ситуацию Что Вы Берете 1200 Платин Коинов Это 6000 Евро На Минуточку И Вы Замораживаете Его По факту Ничего За это Не получают Кроме Возможности Сделать Из Этой Технологии Которую Мы Вам Дали Еще Больше Значит Ну По факту Это Я Просто Такой Пример Привожу И Опять же Все Сейчас Скажут Вот Там Пустая Баночка Или Еще Что Нет Друзья Это Все Все Стоит Денег Вот Я Могу Сказать Что Вашим Айфоном Вы Можете Зарабатывать Миллионы Вы Потратили На него Полторы Тысячи И Положили Вот Так И Говорите Давай Там Телефон Телефон Кушать Хочется Давай Зарабатывай Телефон Лежит И не Зарабатывает Он Стоит 1200 Евро А Некоторые Там И по Две И по Три И золотые Всякие С бриллиантами И Что Вы Деньги Отдали Телефон Деньги Как Не Зарабатывал Так Не Зарабатывает Потому Что Нужно Правильно И Наш Powerpack Это Возможность При Правильном Использовании Сделать Там 6000 60 Или Больше Просто Нужно Это Правильно Использовать И Должно Войти В Вашу Стратегию А И Многие Люди Конечно Не Понимают Какой Фокус Происходит А Те Кто Понимают Быстро Начинают Разбираться У Нас Очень Классный Пример Индусы Первый Год Они Вообще Не Въезжали Ни во что Вот Просто Ферма Что За Ферма Что Сами Скооперировались Включили Там Финансов Образование Сейчас У индусов По Три По Пять По Десять По Двадцать По Пятьдесят Тысяч Монет Заморожено Это Просто Ферия И Индусы Включились Рынок Номер Один Номер Один Германию Перегнать Казалось Бы Там Бедные Индусы Бедные Это Бедные Зато Какие Работящие Каждый День Вебинары Каждый День Ивенты Каждый День Тренинги Полная Ферия Наслаждаются Меня Уговоривает Алекс Выключи Вообще Весь Фиат Оставь Нам Только Платин Коин Больше Ничего Не Надо Столько Денег Можно Заработать Вот Просто Выключи Все Оставь Платин Коин Подождите Давайте Не будем Торопиться Мы Еще Компания К этому Не Готовы А мы К этому Тоже Сейчас Подходим Платина Станет Центральным Инструментом В Нашей Крипто Системе Так Вот Вся Фишка Заключается В том Что Когда Вы Замораживаете То Вы Все равно Эти блага Получаете Но По факту Вы Монету Стабилизируете И Сохраняете Да Сохраняем Смарт Контракт Это Помните Что С деньгами Нужно Делать Заработать Сохранить И Приумножить Смарт Контракт Это Возможность Сохранить Денег Это Номер Два Все Наши Вот Эти Площадки Продукты Это Приумножить Это Три И Заработать Заработать Денег Можно Мы Включаем Здесь Еще Партнерская Программа ПП Все Мы В принципе Предлагаем Все Возможности Нету Средств Многие Люди Говорят Денег Нет Если У вас Нет денег Вам Особенно Нужно Идти К нам Если Есть Деньги Нужно К нам Ити Если Нет Денег Нужно К нам Ити Точнее Быстрее К нам Ити Скорее Нужно К нам Прям Бежать Если Нету Средств Если Вы Извиняюсь Заработаете На работе Зарабатываете 150 Долларов Там Двести Триста Не там Еще Наверное Потребительские Кредиты Всего Хочется Тоже Хочется Айфон Компьютер Еще Что Расписывают На 2-3 года Откуда Я это знаю Я сам Так делал Айфон Первый Когда Два Года Его Выплачивал Боже Что Я Делаю Два Года Айфон Выплачивал Первый Который Себе Позволил О нем Три года Мечтал Потом За него Платил Это же Жесть Вот Поэтому Здесь нужно Понимать Какие инструменты Для заработка Да Один Какие Для Опять же Это не только У нас Партнерская программа Для заработка Много Можно Можно привлекать Проекты Можно Создавать Свои проекты Можно Будет На платин Диле Становиться Реселлером Подарочных Сертификатов Это все Выстраиваете Бизнес Следующее Конечно Источник Такого Серьезного Заработка Это конечно Ферма Это уникальный продукт Которого в принципе На рынке нет И вы за счет того Что С одной стороны Вы здесь Справа Там платин Дил Платин Хир Там даже Плс Вы приумножаете Но На ферме Ваша ферма Станется Вашим бизнесом Бизнесом В телефоне Он лежит И когда Вы ему говорите Давай Давай Мне там Денежик Он вам даст В этом Все В этом все Преимущество Так Ладно Давайте посмотрим Еще Да Сейчас Так увлекся темой Почему это работает Потому что Внутри Всех этих систем Они все завязаны на платине Платина Платинкоин Это Очень Флексибельный Очень Такой Гибкий Инструмент Который Который Ты можешь Использовать И Все Что ты делаешь На нем Отображается В принципе Моментально Как сделать Так Чтобы платина Начала расти Наша задача Увеличить Вот она Нашу Заморозку Наверное Вот эту Заморозку Увеличить Максимально У меня сейчас Какая У меня сейчас Какой девиз Все Что на рынке Есть Заморозить Хочешь Бесплатный Айфон Заморозь Коин Хочешь Выиграть Айпад Этот самый Мэкбук Заморозь Хочешь Построить Бизнес Заморозь Хочешь Что-нибудь Себе Купить Заморозь Хочешь Зарабатывать Заморозь Почему Я это Делаю Потому что Это Автоматически Поднимает Коин Наверх Чем Больше Это Та же Самая Система Которая Используют Грамотные Финансовые Структуры Денежная Масса Должна Быть Под контролем Но Опять же У кого Он должен Под контролем У меня Вы скажете С какого Перепугу Мы должны Тебе Аликс Доверять Я говорю Не доверяйте Мне Вон Есть блокчейн Заморозьте В блокчейн Заморозьте В своем Кошельке И пусть Они там Лежат Замораживайте Грамотно Стратегически Но Замораживайте Что Хотите За это Получить Сертификат Заморозьте За сертификат Вы хотите В площадке Поучаствовать Поучаствовать Хотите Пассивный Доход Не проблема Но Замораживайте И Именно На это Мы идем Опять же Мы должны Понимать Что сталкиваются Два мира Два мира Сталкиваются Мир Который Научился Очень важно Люди Которые Научились На всех Эти Скачках Зарабатывать Или Думают Что Они На этом Заработают Не факт Конечно Но Как бы Вероятно Есть Есть Поэтому Они Говорят Вот этим Ребятам Да нет Что Вы Там Храните Пойдите К нам Сюда Идите Почему Они Их зовут Вот Сюда Они Зовут Их В Эту Зону Почему Потому Что Тот Кто Пошел Играть В Лонг Играть В Долгую Выстраивать Стабильный Доход Делать Себе Стратегию Они Они Не Умеют Играть По Быстрому Есть Возьмем Пример Шахматы Есть Шахматы На Время Тот Кому Нужно 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 Посидеть Подумать Выпить Чашечку Кофе Сюда Они Они Ж Не Могут Чик 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 Играть У них После Десятого Нажатия Клавиши Все Запуталось Играть На Скорость Шахматы Это Не Играть В Шахматы Это Совсем Другие Шахматы Точно Так же Они Сидят И День И Ночь Смотрят Как Только Глаза Закрыли Курс Упал Все Он Потерял Поэтому И Наша Задача Вот Этим Ребят Не Допускать Играйте Можете Нас Критиковать Можете Нами Быть Недовольны И Еще Почему Идет Критика Со Стороны Например Реальных Рынков Реальных Крипторынков В Нашу Сторону Очень Часто Потому Что Мы Забираем У них Тоже Ликвидность У нас Тоже Миллионные Обороты Этих Миллионных Оборотов Не Хватает Плюс Представьте У нас Получится Представьте На одну Минуту Что У нас Получится Но Вот Эта Же Модель Где 100% Да Опять Же 100% В Плюсе И Только В Плюсе Она Же Лучше Левой Модель Где 10% В В минусе И Все В Каком-то Кошмарном Стрессе Вот Вы Многих Знаете Миллионеров Которые На Криптовалюте Разбогатели В Вашем Личном Кругу И В этом В этом В этом Заключается Весь Вопрос Здесь В Абитарии Там Несколько сотен Человек И никто Никого Не знает Кто Так он Слышал Друг Брата Сестры Зятя Кум Вот Он Наверное Слышал Что Его Жены И Скорее Всего Через Второе Поколение Какого Нибудь Родственника Был Кто Кто Кого Знал И В Результате Примерно Такая Связь Выстраиваться А речь Жидет О Вас Как Конкретно Вам Начать Зарабатывать Сохранять И Приумножать И Единственное Здесь Еще Одна Вещь Просто Шикарная Просто Шикарная Которую Многие Не Учитывают Вы Вы Жене Один Все Предприниматели Когда Вы Должны Понимать Одну Вещь Что Когда Вы Выстраиваете По Квадрату По Квадрату Кэшфлоу Вы Выстраиваете Свою Карьеру То Вы Здесь Работаете Вы Здесь Рабочий Сейчас Вы Рисую Правильно Рабочий Здесь Вы Специалист Здесь Вы Бизнесмен А Здесь Вы Инвестор Так Это Б Английская Так Стоп Здесь Вы Бизнесмен А Здесь Вы Инвестор Но Когда Вы Работаете Вы Работаете За Свою Зарплату Вы По сути Одиночка Здесь Сами Приходите На Работу Сами Уходите Да Возможно Вы Работаете В Команде Но Эта Команда Работает Не На 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 Ваши Цели Вы Меняете Свои Деньги На Ваши На Ваши На Ваши Цели Чтобы Достигать Не Ваши Цели А Цели Вашего Начальника Точно Такая Же Ситуация Со Специалистами Люди Даже Не Понимают Что У Них Проблемы Нужно Осознать Что Если У вас Зарплата 200 Рублей То У вас Проблема Но Она Есть Если Проблема Если Вы Все Что Вы Позволяете В Кредит Значит У Вас Проблема А Люди Большинство Не Понимают Что У Них Есть Проблема Нужны Какие-то Курсы Пройти Нужно Надавить На Болевые Точки С Ними Нужно Провести Серьезную Беседу Они Будут До Конца Рассказывать Что Ты Мошенник Или В Пирамиде Потому Что Не Хотят И Здесь Нужно Понимать Что В Бизнес В Такой Же Ситуации Бизнес Бизнесмен Индивидуальные Предприниматели Или Какой-то Даже Визионер Или Еще Что Он Всегда Практически Один Потому Что Его Сотрудники Да Это Его Команда Но Поймите Мышление Людей Которые Работают По Найму На Их Я Сейчас Никого Не хочу Обидеть И своих Ребят Но А Все равно Оно Присутствует Что Кто-то На Их Горбу Зарабатывает Деньги Становится Богатым Работаем На Дядю Какие-то Еще Потому Что Вот Он Мы Тут Пашем И Это Понятно Но Так Устроен Мир И Предприниматель Он Всегда Один Он Почему Говорят Что Его Компания Это Его Жена Любовница И Лучший Друг И Все Потому Что Он С И У Инвестора Ну Инвестора Чуть-чуть Чуть-чуть Полегче Да Потому Что Инвестор Плюс-минус А Если Он Инвестирует В Фонд Или Еще Что Нибудь То Конечно Это Уже Такая Вособленная Маленькая Группа И Вот Везде Где Вы Не Находились Вот Вы Сейчас Сидите Перед Вебинаром Вы Тоже Один Ну Очень Редко Кто-то Сейчас Сидит Со Своим Там Мужем Или Женой Вы В Одиночестве Находитесь И Все Проблемы Которые К вам Идут Все Равно В Одиночестве Переодолеваете И Все Задачи И Если Что-то Не Получается Вы Переживаете Все В Конечно Другой Подойдет Тебя Поддержит Как-то Еще Что-то Это Очень Важ Но В Качестве Вы Все Равно Сами С Собой И Только И Тот Бизнес Который Устраиваем И Это Я Тоже Все Понимаю Я Это Все Понял Санализировал Я Понимаю Что Один В поле Не Воин Но Не Воин В поле Один Человек Почему Потому Что Вот Для Всего Вот Этого Нужна Самая Сильная Вещь В Мире Это Мотивация Нет Мотивации Нет Ничего Не Важно Какой Вы Гений Не Важно Кем У вас Нет Мотивации Встать Утром Сделать Пробежку Вы Не Станете Бегуном Никогда Если У вас Нет Мотивации Пройти Финансовое Образование Вы Не Станете Никогда Богат Человек Вот Мотивации Нет А Зачем И Вот Эта Вещь Это Очень Самое Важное Все А У нас Как Говорят Так Это Всего Лишь Мотивация Всего Лишь Мотивация Да Это И Есть Эссенция Всего Люди Скажут Да Это Всего Лишь Мотивация Да Друзья А Что Нам Еще Надо У Нас Вот Если Вы Если Вы Возьмете Богатого Там Человека Да Вот Он Возьмем Там И Бедного У Него Вы Наверное Все Это Слышали У Него Внизу Вот Они Зелененькие Скиллы Вот Это Ваши Способности Это Ваши Способности А Вот У Человека Который Зарабатывает Развивается У него Майнсет МС Это Его Это Его Это Его Установки Это Его Привычки Это Его Мотивация Это Все Он Работает Над Собой Каждый День Он Обучается Он Он Не Смотрит Телевизор Он Не Смотрит Новости Он И Понятно Что У него Достаток Растет А У Другого Человека Здесь Стоит Замок Он Все Знает Ну Каждый Да Мы Со Школы Все Умные Все Профессора Да Вот Он Вот Он Замок Вот И Вся Разница Мы У У У Всех Одинаковые Скиллы У Нас Одинаковое Мы Можем Все Говорить Смотреть Одинаково Сильные Все Одинаково Быстро Бегаем Быстро Плаваем Одинаково Говорим Одинаково Можем Руками Махать Или Еще Что Объяснять Майн Сет Кто Так Верит У Кого Большинство Сейчас Зачем Они Вам Как Какое Ваше Почему Какие Ваши Цели У вас Прописана Цель На бумаге Простейшие Вещи Базовые Мы Говорим О финансовом Образовании Если У вас Этого Сейчас Нет У вас Проблемы И Вот О чем Я Говорю Но Опять Ж Чтобы Далеко Не уходить Включая Вот Это Все В Нашу Систему Мы Проработали Мы Проработали Бизнес Бизнес А Где Вот У вас Есть У вас Телефон В этом Телефоне Лежит Ваша Тысяча Монет И Она Вам На вас Работает И Вы Нажимаете На эту Кнопку Да На эту Кнопку Вы Нажимаете И Вот Она Ваша В принципе Работа Плюс Вы Что Делаете Вы Поставляете Этому Самому Платин Коин Рынку И Вы Создаёте В В чём Заключается Ваш Бизнес Платин Коин Вы Хотите Себя Чувствовать Инвестором Хотите Стать Инвестором Возьмите 100 Тысяч Евро И Вложите Вложите Его Финансовый Инструмент Который Мы Не Я Ставляемся Чтобы Стать Инвестором Хотите Стать Инвестором То Вам Не К Нам Я Я Учу Здесь Бизнес Значит Ваш Бизнес Заключается В том Чтобы Поставлять Коин На Рынку И Рассказывать Другим Людям Как Вы Это Делаете Всё Вот Ваш Бизнес Нажимая На Эту Кнопку Раз В Месяц Или Раз В Год Вот Ваш Бизнес А Теперь Самое Главное В Том Что Таких Как Вы Сейчас Уже Сотни Тысяч И Ваш Бизнес Заключается И Ваш Бизнес Вы Здесь Вы Не Один Вы Не Отвечаете Сами Вы Только Отвечаете Конечно За Безопасность Треть И Десято Но За Ценность И За Прибыльность Вашей Монеты Вашей Добычи Вы Не Отвечаете Отвечают Сотни Тысяч Людей Коллективным Разумом Коллективными Действиями Что С Этим Произойдет И Это Важно Параллельно Есть Еще Компания Которая Вокруг Этой Монеты Создает Целую Инфраструктуру Из Всего С Одной Целью С Одной Целью Увеличить Цену Монеты За Счет Заморозки А Заморозка Происходит За счет Пользы За счет За счет Прибыльности За счет Того Что Люди Хотят За счет Спроса Так Ладно Осталось У меня 15 минут Чувствую Надежность Надежность Это Вообще Классная Вещь Смотрите Есть Какие Есть Вообще Риски У Компании Во-первых Компания Может Там Соскам Кучу Примеров Видели Монета Может Там Соскам А Монета Может А что Такое Монета Соскам Она Обвалилась В курсе Может Обвалиться В курсе Дальше Какие у нас Еще Риски Есть Так Ну Не знаю Там Что Основатель Сбежит Какие Напишите Мне Риски В чат Пожалуйста Чтоб Я Не Гадал Напишите Я Прочитаю Парочку Напишите Пару Рисков Риски Экономист И Я Всю Эту Школу Прошел Включая Европейскую Американскую И банковскую Систему И все Обучаясь В одном из лучших Вузов В мире Понимаете Это все Это же Система Построена Для того Чтобы Вы Чего-то Заработали Эта Система Построена Для Этой Системы И все Эти Правила В Биткоине Что Такое Заморозка Я Может Немножко По-другому Как-то Выразился Неправильно Люди Когда будут Люди Замораживать Когда у них Выгода Есть Когда Они Видят Для себя Что-то И Вы Спрашиваете Почему Такой Проект Как Якутия За эти Две Недели Набрался 18% Потому Что Людям Везде Говорят Дай День День Дай Дай Здесь Дай Тут Заплати За Это Люди Привыкли Платить За Все Но Не Сами Себе Вот Вы Экономист Когда Вы Последний Раз Платили Себе Не Не Вашему Там Партному Там Или Там Арендодателю Или Там За Налоги Или За Булочку Или За Кофе Или За Проезд Или За Еще Что-то А Себе Себе Вы Должны Себе Сначала Заплатить А потом Другим По Всем Экономическим Законам Но Этого Не Происходит У Вас Вам Заплатили А Вы Еще Себе Должны Заплатить На Это Не Хватает Финансовое Образование Даже Экономистов Нас Не Учат Этому В Институтах Я Уверен Что Ваши Практики Это Тоже Не Обучалось И Я Моя Это Моя Цель Это Моя Цель Как Создателя Потому Что Я Понимаю Как Работать Заморозить 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 А Что На Ваш Язык Перевести На Язык Пользователя Пользу Принести Пользу Принести Принести Пользу Еще Больше Пользы Вообще Максимальное Количество Пользы Принести В этот Мир В моей Голове Заморозить 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 Переводжу Когда Люди Будут Замораживать Когда Польза Начнет Приноситься Чем Больше Пользы Тем Больше Заморозки Чем Больше Это Людям Надо И Именно На Инструмента Еще Нет Он Вот Сейчас Может Быть Сегодня Может Быть Завтра Выйдет Так Что Готовьтесь К Мега Крутей Штуке Я Вообще Планирую Заморозить Закрыть Якутию За Неделю Максимум За Две Если Вы Думаете Что Я Буду Ждать До Конца Месяца Этого Не Будет Но Опять же Определенные В Экономики Они Начинают Шестеренки Рычага Нужен Рычаг Такой Серьезный И У нас Сейчас Этот Рычаг Очень Сильный Это Розыгрыш Посмотрите Да Если Бы Не Розыгрыш Мы Даже Две Тысячи Монет Не Заморозили Ну Почему Я Говорю Потому Что Тот же Создатель Этого Проекта Уже До Этого Почти Месяц Бегала Сколько Они Собрали Две Тысячи Монет Максимум И То А А Еще Никто Не Знает А Еще Никто Не Верит И Все Не Верят Все Думают Родственники Алекса Не Выигрывают Они Все Какая Бо Нижность Ни Была Это 100% Родственница Алекса Ну Или Сотрудник Какой Нибудь Или Еще Что Глупости Это Все И Нужно Людям Сначала Научить Показать Рассказать Так Инфо Просто Обалденная Вот Сидят Нас Сидят Трое Мы Все Эти Понимаем Поддержка Не Отвечает Друзья Опять Что Значит Не Отвечает Она Скорее Всего Вам Ответ Просто Ответ Не Устраивает Например Мы Работаем Или Еще Что Мы У Нас Очень Большое Количество Обращений 1000 1500 В День Мы Обрабатываем Практически На 80 90 Есть Случай Когда Не Можем Починить За Неделю И За Месяц Не Можем Нужна Например Большое Разработа Ну Таких Людей Там 10 Или 20 И Мы Говорим Хорошо Мы Сделаем Что-то Для Сотни Тысяч Людей Или Пойдем Там Две Недели Убьем Работы И Только Для Десяти И Соответственно Приоритетность Понижается И Это Все Затягивается Но Мы Все Вопросы Доделываем Вот Смотрите Вот Кто-то Пишет Поддержка Работает Отлично Вот Так Дальше Теперь У нас Осталось Так Игорь У нас Осталось Там 10 Минут Вроде Или Я Совсем Запутался С этим Временем Сейчас Секундочку Ну Да Но Опять же Я хочу Вам Просто Здесь Здесь Сказать Одну Вещь Тут Очень Важная Как Мне Как Это Мысль Была Я Хотел С Обсудить Так Так Это Надежно Надежность Надежность Теперь Смотрите Криптовалюта Чем Обеспечен Биткоин Чем Обеспечен Рипл Это Отдельная История Там Легенда С банками Третья Десятая Столько Людей Ладно Не будем Чем Эфир Обеспечен Даже Тоже Стэблкоин Уэсдти Хотя Они Говорят Что Не Обеспечены Но Это Такая История Сами Понимаете Мы Просто Закрываем Глаза И Проверим Что Там Реально Никто Не Знает Тем Не Менее Чуть Чуть Биток Подрос Бабах Три Миллиарда Монета Напечатали Это Серьезная Вещь Когда У тебя Есть Стэйблкоин Который Кто То Может Печатать Миллиардами Это Очень Круто И Теперь Вопрос А Чем Обеспечен Доллар Евро Чем Все Банковские Вещи Потому Что Вы Не Помните Как Банки Банкротились В России Или В том Казахстане Раз И все И банка Нет Ну Есть Какие-то Какие-то Страховки По вкладам Но Это Вы Получаете Если Получаете Не знаю Напишите В чате Кто Кто Участвовал В таком Банкротстве Банка Получили Хочешь Что Небудь И Встает Вопрос А Как Обеспечить Криптом Монета Вот Как Ее Обеспечить Плюс Приходят Регуляторы Говорят Хочешь Обеспечить Все Вон Места Не столь Отдаленные Можешь Там Присаживаться Не дают Не дают Делаешь Делаешь Систему С максимальным Риском Красавчик Где люди Вообще Все могут Потерять Красавчик Хочешь Сказать Мое Будет Обеспечено Золотом Все Крест на тебе И Мы Это Понимаем Почему Делается И мы Не можем Этого Предоставить Никто Не может Думали Они Но Алекс Думал По-другому Что Значит Обеспечение Обеспечение Это Ты Когда Можешь Что-то Взять На что-то Поменять И Это Что-то Не Обесценивается И Форма Обеспечения Заморозка Потому Что Заморозка Это Искусственный Созданный Спрос Мы Обеспечиваем Свою Монету Искусственным Спросом Который Контролируется Системой Которая Замораживает Эту Монету И Вы Не Можете Ее Продать Если Вы Не Можете Продать Значит На Нее Есть Спрос А Спрос Заключается В том Что Вы Ее Просто Заморозили И В результате Мы С этой Заморозкой Обеспечили Нашу Монету Не Обеспечивая Ее Ничем Заморозка Может Быть Когда Нибудь Эти Ребята Додумаются До Этого И Тогда Биток Взлетит Серьезно Так Дальше Теперь Что Спасибо Большое Теперь Что Мы Делаем Наша Задача Наша Задача Осталось Дело Заморозим Нам Нужно Запустить Один Проект Нам Нужно Отфинансировать Одну Якутию Вот этот Проект Мы Его Закроем Атомная Бомба Уже Готова Я Ее Запускаю Может Сегодня Может Завтра Завтра И Я Надеюсь Что Мы Закроем Может Быть Не В Считанные Дни Якутию Но Очень Быстро И После Этого Вы Узнаете Что Такое Что Такого Криптоголод Есть Криптозима А есть Криптоголод Криптоголод Это Когда Днем С огнем Монету На рынке Не Найти И Все Ваши Фермы Все Ваши Минтинг Юниты И Все Ваши Вещи Которые Вы Вообще Владеете И Делаете Не Смогут Обеспечить Спрос На рынке Не Смогут На рынке Сейчас Примерно На всех Биржах 600 Тысяч Монет Все Остальное Где-то В кошельках И уже Давным-давно Заморожено Поэтому Мы Добьем И Эти 600 Тысяч Монет И Какой Эффект Пойдет Люди Увидят Что Все Замораживается Все И Они Подумают Десять Раз А После Этого Конечно После Нашего Промо Проекта У меня Уже 100 Лидеров В списке Которые Каждый Получит По своему Собственному Красивому Промо Проекту Для Своей Страны Для Всего Чтобы Пойти И От Маленькой Деревни До Большого Города Благотворительностью Бизнесом Построением Созиданием Воплощением Любой Их Мечты Какую У них Они Хотят Исполнить И пусть Попробуют Хоть Кто-нибудь С Крипторынка Или С Фиатного Рынка Хотя бы Наполовину Предоставить То, Что мы Можем Почему Этого Невозможно Сделать В фиатном Мире Потому Что Все Облагается Лицензиями Ни Один Нормальный Адекватный Человек Не будет С этим Связываться Потому Что В каждой Стране Тебе Нужны Игровые Лицензии Криптолицензии Банковской Лицензии Без вариантов А в криптомире Никто на это Не пойдет У них Технологии Нет Ни у кого Нет Технологии Это Ни у кого Им надо Как минимум Еще 4-5 лет Разрабатывать Да и Они не будут Заниматься У них Так Все В шоколаде Когда у вас Все хорошо Вы все Сыты Довольны Вы не будете Ничем Льем Заниматься Это же Не ваш Бизнес Ваш Бизнес Работает Поэтому И быть Сейчас Пока Не может Все Что нам Нужно Сделать Мы Просто Медленные У нас Супер Крутая Такая Феррари Бугатти Которая Летает 300 км В час Но мы На первой Скорости Едем Нам Нужно Просто Перелечить На вторую На третью На пятую Ну и Сначала Конечно Снять Это Все Дело С ручника А что Ручник Наш Наш С вами Майнсет Мы Сами Себя Держим А что Если Коин Будет Завтра Стоит 10 центов Я вам Говорю Что Вот Система Которая Не позволит Коину Стоит 10 центов Невозможно А что Если Коин Обесценится Еще раз Говорю Вот Система Которая Не позволит Обесценится Монета Никто Ее Не может Заскамить Никто Ее Не может Обрушить Сейчас Мы Запустим Ее Нам Нужно Чтобы Машина Разогналась Попробует Пусть Догнать Так Так Дальше Сейчас Например Такие вещи Как Как Монета Стоит На Простых Биржах Меньше Чем На Посмотрите Друзья На Этот График Я Понял Игорь Все Надо Ити Да Четыре Минуты Все Я Понял Друзья Я хочу Одну Вещь Сказать Что Я Говорил Про Монету Сбил Игорь Сбил 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 Потерял Мысль Ладно Постараюсь Развить Ее В Следующем Веминаре Друзья Большое Вам Спасибо Я Надеюсь Все Понравилось Я Выставим Игорь Выстави Это Все В Чаты Дай Людям И пусть Смотрят Друзья Давайте Давайте Не будем Не паниковать Не расстраиваться Ничего Отложите Негативные Мысли В сторону Вот Разница Между Эта Картинка Самая гениальная Я сейчас найду ее Где-то в интернете Сто пудов Есть Какие-то Какие-то Подобные Изображения Вот это Вот это Что Разница Между Финансово Свободным И Малообеспеченным Только Вот здесь В понимании Нужно Сейчас Просто Нашу машину Разогнать Мы ее Много лет Строили Мы ее Построили Сейчас Нужно Просто Бабахнуть Нормально А для этого Нужно Закрыть Закрыть Нужно Якутию Понятно Что сейчас У нас Проблемы С адвокэшем Третья Десятая И Ну Опять же Мы Мы совсем Преодолеем Мы все Сделаем Поэтому Друзья Полный Вперед Нам нужно Закрыть Этот проект И все Будет Круто Так Все Одна минута Я побежал Большое Всем спасибо Надеюсь Вам понравилась Презентация Так Португальский Да Португальский Спасибо Большое Я Понимаете Вхожу В эту Всю материю Я Я понимаю Что Наверное Где-то Это Очень Сильно Глубокое Погружение Но Вы должны Понимать Что Мы Действительно Настоящую Классную Крутую Систему Строим Которая Не просто На каких-то Вещах На каких-то Трейдерах В Испании Базируется А тут Все До мелочей Продуманной Уже Сделано Поэтому Нам осталось Только Надавить На На газ Нашего Турбомобиля Все Друзья Всем Счастливо До Следующего Вебинара Всем Субтитры Продолжение следует...